Компания «Кенгуру-Про» работает на рынке уже 7 лет. Она популяризирует уличный спорт и пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи. До того, как предприятие начало работать в Одинцовском районе, оно 6 лет сотрудничало с другими заводами. Но устав от недобросовестных партнеров, генеральный директор компании принял решение производить спортивный инвентарь самостоятельно. Арендовав помещение и закупив оборудование, в «Кенгуру-Про» приступили к работе. Не только в Одинцовском районе, не только в России, но и в 50 стран мира мы поставляем свое оборудование. Не так давно мы в Лос-Анджелес отправили посылку, в Австралии стоят площадки, уже произведенные здесь. Одинцовский район периодически закупает площадки для нужд горожан. Площадь арендуемого помещения – тысячи квадратных метров, 50% из которых занимают склады. В штате работает 6 человек, еще столько же проходит стажировку. Предприятие постоянно занимается поиском талантливых, перспективных и ответственных специалистов. Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области, посмотрел дробеструйную и грунтовую камеры, а также камеру порошковой покраски. Омбудсмену показали, как производятся турники, брусья, шведские стенки, рукоходы, хомуты, которые, кстати, являются запатентованной разработкой компании и ее интеллектуальной собственностью. После знакомства с предприятием и его руководителем Владимир Головнев обозначил планы на будущее. Наша задача, помимо того, чтобы помогать на уровне областных программ, местных, одинцовских программ, этот пример еще и показывает. Ведь очень часто, общаясь с молодыми предпринимателями, они говорят, ну вот, вроде все рынки распределены, чем заниматься. Везде крупные игроки, которые начинали 10, 20, а то и 30 лет назад. Вот пример, смотрите, товар востребован, большая амбиция не только на территории Российской Федерации, но далеко за ее пределами. Завершилась встреча крепким и дружественным рукопожатием. Большой молодец, будем стараться всячески помочь. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».